Театр превращает толпу в народ, сказал как-то немецкий писатель Томас Манн. Ежегодно, 27 марта, отмечается Международный день театра. В этот день показывают лучшие спектакли, к этому дню приурочивают премьеры. Наш район тоже не лыком шит. У нас в конце марта уже в шестой раз прошел районный фестиваль школьных театральных коллективов. В репертуаре юных актеров классика и произведения по мотивам русских народных сказок в обработке руководителей театральных коллективов. Школьники представили на суд зрителей сцены по мотивам произведений разных жанров. Жюри фестиваля возглавила режиссер Некрасовского народного театра Людмила Зюнова. Объединение «Наш театр» Ларисы Александровны Высаковской поставило отрывок из комедийной пьесы 18 века. «Княжнин. Чудаки». Как сладко я уснул, и вы здесь собрались, и женщина моя, и прочие дураки. «Да неужели?» «Теперь я рада, что ты любишь палатку. Я не знала, что перед ним я очень виновата». «Что слышу? Отчего нашел тот добрый час?» «На радость, что дочь я наша сговорила». «Я тоже сговорил». «Скажи-ка мне, кто? Мой будет князь прият.» «А мой, вери мне, Семен». «Ты в переписке дурости опять теперь вступаешь? Что это за Семен?» «Что это за приятный?» «А вот, друг мой, ты сам его узнаешь». Ребята из литературных встреч Людмилы Николаевны Алексеевой выросли из прошлогоднего сказочного репертуара и рискнули поставить серьезную психологическую драму. Они показали на фестивале сценическую версию истории про чучела Владимира Железникова. «Бей его! Отойди, не промазывайся! Отпустите меня, а то я выпрыгну в окно! Не выпрыгнешь, а то ножку сломаешь, а это очень больно! Слезь с окна! Ой, наша красавица пришла! Привет, чучела! Здорово, наша мама! И не боишься? И не боюсь! Но, оказывается, ты молодец, Бессольцева! «А ты сейчас типа запишу лапку? Хорошо, что ты еще не ушла. Посмотри на него, даже глаз не может поднять. Да, незавидная картина, а в лес малость. Ребята, Сонову бойкот! Кто за бойкот?» Театральный коллектив школы имени Карла Маркса в этом году инсценировал сказку Пушкина о попеи работники его балде, а младшая группа детского театра Бурмакинской средней школы номер один – сказку «Мир в семье всего дороже» по мотивам курочки Рябы. Оригинальную интерпретацию чеховского рассказа «Лошадиная фамилия» предложили юные актеры и старшие труппы Бурмакинской первой школы, если бы все роли были женские. «Ой, мой, чубер! Где бы ты зашил? Как мне не писать? Да его в Саратове, конечно, я собака знает. Безвольте писать. Город Саратов стало быть. Его благородию господину Якову Васильевичу... 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 Якову Васильевичу... А по фамилии... А фамилию... Вот, забыла. Васильевичу... Че? Какая же у него фамилия? Да, Вича, как-то точно. Исполнительница роли генеральша Маша Суслова стала обладательницей награды за лучшую женскую роль. Лучшую мужскую сыграл Кирилл Николаев из «Красного профинтерна». Это была роль Балды. Наш театр награжден грамотой в номинации «Лучшие костюмы». Приз за лучшую режиссерскую работу получила Людмила Николаевна Алексеева. Организаторы фестиваля, Центр детского творчества «Созвездие» поблагодарили всех руководителей детских театральных коллективов за подвижнический труд, единственной существенной наградой за который по-прежнему остаются аплодисменты зрителей.